Добрый день дорогие друзья! Один из моих подписчиков в комментариях на предыдущий ролик, как я под музыку делал вот эту дорожку, написал. А без музыки, я считаю, будет лучше. Этого подписчика зовут Магомед, подписан он на мой канал давно. Уважаемый Магомед, начало ролика без музыки, как мы продолжаем работать на нашем дачном участке специально для вас. Вот так же, как и вчера, кратковременные дожди, которые отвлекают от работы, приходится прятаться, сбивается темп работы и вот сейчас находимся внутри помещения. Сейчас пройдет и продолжим работать. Субтитры делал DimaTorzok Гусь поднимается с полей, вот тысячи его, а тут не видно часть, часть гуся. В этом году очень много его. Пролетный гусь идет и белолобый, и гумейник. Его путь проходит рядом с Вологой. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Подходит к концу выходной день, воскресенье, которое я очень не люблю. Но тем не менее, сделано много. Вы это все видели, сделано... В субботу была сделана дверь, а сегодня сделал ступеньки. Соответственно, подъем в новый хозблок и питомник теперь будет доставлять только одно удовольствие. Ну, и тема ролика понять и простить. И начнем, наверное, пожалуй. Наверное, пожалуй, начнем. Ну, время идет быстро, время идет быстро. Птенцы уже есть, которые совсем большие. Есть, которые поменьше. В том отсеке, там уже в первых выводах... Ну, не первых выводах, а те, которые раньше всех появились на свет, они уже выходят и пробуют летать. Соответственно, количество птенцов... Один вот какой-то вообще дохуй. Тудой. Количество птенцов в настоящий момент... Общее количество. Не те, которые накрыли, а общее количество. Это 40 окольцованных клубными красными кольцами. И уже, наверное, штук 5-6 окольцовано кольцами американскими, Которые не подарил, как я уже говорил, Юрий из Калифорнии. Не подарил, а выиграл приз. И вот возникает такая ситуация, что наступает перенаселение голубей в питомнике. Это очень опасно. Голубям неуютно. Хотя кислорода здесь достаточно, потому что у меня открыта полностью вентиляция. Объем воздуха позволяет содержать большое количество голубей, но тем не менее. И пришел к такому выводу, что все-таки надо... Давайте так. Я вас приглашаю в новый питомник, который я уже практически сделал, внутрянку. И там мы продолжим наш разговор. Ну вот, дорогие друзья, находимся в новом питомнике нашем, который мы с вами сделали, вы это наблюдали. Сделаны 40 посадочных мест. Кому интересно, скажу расстояние. Значит, между вот этой сидушкой, где сидит голубь, 25, глубина 25 и высота 30. Это делал сопитомник с расчетом, что здесь будут жить бойные голуби. Но, у нас был начальник производства, но он есть, когда я работал на одном остромском предприятии. И когда я устроился мастером смены на это предприятие, как-то в разговоре с ним он сказал, самое большое искусство руководителя на предприятии, это вовремя остановить производство. У меня были случаи, когда я принимал решение и останавливал производство, дабы не гнать брак и так далее. И вот теперь про бойных голубей. Вы меня должны понять, то, что я сейчас вам буду говорить. Первое. Перенаселение питомника и мне некуда девать молодых спортивных голубей, которые сейчас находятся, один из ярких представителей находится справа. Потому что молодежь должна летать из отдельного помещения. Второе. Я еще морально и по знаниям не готов пока. Хотя есть желание большое, но не привык. Абы как все делать, очень хочется, но не могу понять, именно каких бойных. Бакинских. Ну, вроде склоняюсь к бакинцам. И помещение готово, и все готово. И как это все будет происходить, я думаю, что... К осени, когда разрядится у меня обстановка в питомниках и в отсеках, все-таки появятся бойные голуби, их будет немного. Самому интересно понять, что это такое бойный голубь. Что мы для этого будем делать? Какие действия предпринимать? Во-первых, давайте без первого, второго и третьего. Какие действия предпринимают? Взяли одну кладку, второй кладки не год, подложили космассовые яйца под подкладки. То есть, не увеличиваем количество голубей. Взяли всего, как я уже говорил, 750-40, окольцованное красными кольцами. Будет гораздо жестче тренировки, потому что уже сейчас, на следующей неделе, начнутся тренировки годовиков у меня. И потом к ним подключатся голуби, вот эти молодые, которые сидят и слушают меня и думают, что он здесь самый важный. Вот единственный такой смоленой черный получился от голубя Штабара Николая Николаевича из питомника. Николай Николаевич сказал, что рад царствия ему небесным. Человека нет, а голуби есть. И буду открывать племенной отсек. Устал я уже с закрытыми голубями, а им тоже хочется летать. Договоренность с хозяином, который он мне их дарил, была, что в случае чего открывай. Но тут на самом деле их не так много, но левое отделение, левый отсек надо открывать. Хватит уже, должно летать два отсека. И вот после этого, когда все разрядится, помещение для молодых спортивных голубей у меня есть, оно готово. С синими сидушками, как вы видели. Соответственно, из того отсека, из главного питомника на следующий год должны лететь, как и в предыдущем году, молодежь. А здесь будут бойные голуби. Ну вот, вложена душа, здесь руки. Сегодня сделали тоже немаленькую работу, провели важную, потому что дверь. Вот. И буду делать на следующей неделе, потому что уже, все уже. Надо их отсаживать, он уже готов жить самостоятельной жизнью. Слушает меня очень внимательно. Вот. И буду делать вольер. Вольер, концепция поменялась. Конструкция металлическая, которую я распилил. От теплицы очень громоздко, поэтому буду делать несущую деревянную основу. Вам всего доброго. Пожалуйста, поймите меня и простите. Дай Бог вам всем здоровья, счастья, удачи. Пусть все ваши мечты и желания сбываются. Не делайте опровечивых и иногда глупых поступков ради того, чтобы быть популярным. Как я. Решил завести бойных, не получилось пока. Но мы продолжаем нашу жизнь с нашими великолепными спортивными голубями, птенцами 2022 года и голубями, которые родились в том году. Смотрите, будет интересно. Смотрите, спасибо, что смотрите меня, подписывайтесь. Без зависти и честно, всегда ваш улетный дачник. И черныш. Всем пока.